Таджикистан 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 Риск долговой неустойчивости по отношению к внешнему долгу в Таджикистане поднялся с низкого до высокого уровня. Об этом говорится в экономическом докладе Всемирного банка «Изменяющаяся региональная среда. Важно извлечь выгоду». Согласно документу, уровень государственного и гарантированного государством долга ГГГД значительно вырос и, наконец, от 2017 года превысил 50% ВВП, несмотря на внутреннее фискальное правило, устанавливающее пороговое значение в 40% ВВП, как указано в среднесрочной стратегии государственного долга СССГД. Об этом пишет информационное агентство ОВЕСТА. А размер внешнего долга Таджикистана на апрель текущего года составляет 2 миллиарда 859,7 миллиона долларов. Кроме того, несмотря на быстро растущий госдолг, власти страны, в частности НБТ, в лице заместителя Джамули Дина Нуралиева, не прекращают просить под предлогом необходимости инвестиций и экономического развития дополнительные кредиты, как у МВФ, так и у других международных финансовых учреждений. В частности, об этом он просил 17 апреля текущего года на встрече с главами Международных финансовых институтов в Нью-Йорке. С помощью Международного фонда нами было уже представлено закон. Напомним, что процентные займы запрещены и считаются одним из тягчайших грехов в исламе. Эксперты также отмечают, что международные кредитные учреждения, вроде МВФ и ВБ, являются инструментом геополитического контроля над слабыми странами со стороны крупных стран, а потому неизбежно приводят к экономической колонизации и потере суверенитета страной-заемщикам. Работу по проектам, разработке проекта, область инфраструктуры. В Самаркандской области Узбекистана с формулировкой за несвоевременное исполнение поручений, неподчинение и грубую неподобающую имаму культуру общения, с занимаемой должности уволен имам мечети имени Абуханифа Абдурахим Пулатов. Истинной причиной увольнения, по сообщению узбекской службы BBC, является поощрение в виде велосипедов для 14 подростков, посещавших утреннюю коллективную молитву в течение 40 дней. В данном случае Абдурахим Пулатов инициировал сбор средств и саму идею поощрения подрастающего поколения с целью привития им исламских ценностей, за что в итоге был уволен с занимаемой должности имама. Также Духовное управление мусульман Узбекистана 26 июля сообщило об увольнении еще нескольких имамов. Уволены с занимаемых должностей трое имамов в Сырдариинской области за отсутствие соответствующего религиозного образования, за совершение обрядов бракосочетания без свидетельства из ЗАГСа, якобы увеличение количества разводов и грубое обращение с посетителями мечети, освобожден от занимаемой должности главный имам Хатыб Сырдариинской области Муминжон Усманов. В Ташкентской соборной мечети Шайх Заниддин уволен имам Хатыб Адилхон Исмаилов. Сообщается, что он не соблюдал установленную дисциплину в мечети, не посещал ежедневные намазы и занимался распространением неподтвержденных сведений через интернет. Еще один главный имам Хатыб из Ферганского района Ферганской области, Хасанбой Ашуров, был уволен за якобы несвоевременное исполнение поручений, неподчинение и неподобающие имаму культуру общения. По мнению наблюдателей, Духовное управление мусульман Узбекистана таким образом избавляется от неугодных имамов, имеющих, собственно, независимо от властей точку зрения в исполнении своих обязанностей перед своим народом, возложенных на них исламом. Напомним, что буквально на днях в Духовном управлении мусульман Узбекистана была создана еще одна должность заместителя председателя. Новым заместителем был назначен бывший сотрудник СНБ Дилшот Хашимов, в свое время награжденный медалью «Жасурат» за отвагу, лично прежним президентом Исламом Каримовым, известным своей яростной борьбой с любым проявлением ислама. Редактор субтитров А.Семкин